Урок цифры в Одинцовской лингвистической гимназии проводится впервые. Елизавете Антоненко повезло быть одной из тех, кто поближе познакомился с новыми технологиями. На самом деле я считаю, что это действительно полезно, потому что это важно для любой сферы, в которой работает человек. Но если создавать, допустим, бренд одежды, нужен же сайт, конечно, это поможет. В таких уроках принимают участие миллионы учащихся по всей стране. Вот наш урок цифры стартовал 11 марта, и уже за первые несколько дней полтора миллионов школьников по всей стране прошли интерактивные тревожки. Сначала вводная лекция. После нее можно приступать к делу, заглянуть в мир IT, поработать в программах тестирования. Целый урок для знакомства с цифровыми продуктами. Сегодня мы поговорим со школьниками о том, какие виды тестирования программного обеспечения существуют, зачем нужно тестирование программ, какой эффект и результат оно дает, и как молодым людям, которые заинтересованы в профессиональной деятельности в IT-отрасли, войти в нее и стать тестировщиком. Федор Пустовойт – один из тех молодых людей, кто видит в IT-сфере большие перспективы. Он уже точно решил, станет программистом. У нас происходит сейчас компьютеризация, поэтому думаю, в будущем вполне себе большинство профессий, мордора заменить какие-то искусственные интеллекты или роботы. Выполнили практические задания, приняли участие в дискуссии и даже попробовали себя в роли детективов-тестировщиков на тренажере. Федеральный проект, инициированный Министерством цифрового развития, будет и дальше знакомить школьников с этой современной профессией. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.